Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что у нас здесь происходит У нас израильтяне идут по пустыне Везет их Моисея Моисею это все порядком надоело Израильтянам тоже, они друг от друга устали Израильтяне периодически Ропщут и говорят, лучше бы нам было Умереть в Египте Или там, вот когда наши братья умерли Предыдущий раз, выражая свое непокорство То и нам бы там тоже умереть А Моисей говорит Богу Я уже больше не могу, возьми уже мою жизнь То есть они настолько друг другу Надоели, что и те, и другие Просят себе смерти Интересно, как Бог на это смотрит И вот на Волуния первого месяца Вся община сынов Израилевых Достигла пустыни Цин Сыны Израилева остановились в Кадеше Там умерла Мирьям, и там ее похоронили Но это сестра Моисея, с ней связана пара историй Она Моисея когда-то спасла В книге Исход это описано, когда Соответственно, ее родители пустили его В маленьком таком ковчежце По водам реки А она побежала следом Стала смотреть, что с ним станет Привела потом к египетской царевне Кормилицу, мать родную Моисею И она же возражала против Моисея, когда он взял себе в жены Некую женщину и наземку Да, это тоже было И Господь ее за это На какой-то короткий срок Но сделал прокаженной Так что это было скорее позором, чем страданием Ну и вот ее жизнь закончилась Интересно, что Вот много в Библии таких второстепенных персонажей Казалось бы, что мы знаем про Мирьям Сестру Моисея Да почти ничего Арон первосвященник От него весь священнический род Моисей великий пророк А еще у них была сестра Но без нее тоже бы ничего не сложилось С самого начала Если бы она не помогла, наверное Моисею еще младенцу Выжить и более того Быть воспитанным собственной матерью Ну, наверное, история пошла бы Каким-то другим путем Ну, а тем не менее У нас продолжается все то же самое Общине не хватало воды Ну, вообще-то они в пустыне Люди столпились вокруг Моисея и Аарона И стали упрекать Моисея Уж лучше было нам погибнуть Перед лицом Господом Как наши братья Зачем вы с Аароном Привели общину Господню в эту пустыню? Чтобы и мы, и наш скот умерли здесь? Зачем вы увели нас из Египта В эти проклятые места Где нельзя сеять Где нет ни смоков, ни винограда, ни гранатов Даже воды нет для питья Этот вечный плач Люди ушли из рабства Там, где их истязали Там, где их заставили тяжело трудиться Как только они оттуда ушли Как только они чуть-чуть Подышали воздухом свободы Они уже забыли, как там было плохо Они зато помнят, что там Много было всяких ресурсов Вот в нынешней истории России Бесконечный образ Советского Союза Как замечательные страны Где всего было в избытке Очень похоже Моисей и Арон, оставив собравшихся Пришли ко входу в шатер встречи И пали ниц Уже и Арон в это вовлечен Да, обычно Моисей один разговаривает с Богом Тогда велось им слава Господне И Господь сказал Моисею Вот я бы на месте Господа сказал Да сколько уже можно Тем не менее Господь отвечает Невероятно терпеливо и мягко Возьми этот посох И вместе с братом твоим Аароном Собери всю общину Затем на глазах у всех Повелите скале дать воду Ты добудешь до них воду из скалы И напоешь всю общину из скот То есть смотрите Из скалы самого-самого сухого и твердого Да, нечто жидкое и текучее Вот как бы нарочитая демонстрация Он мог бы сказать Выкопайте здесь колодец Там будет вода Да, или я пошлю дождь И будет вода Это было бы естественно Да, но Господь Нарочито Неестественным образом Хочет дать своим людям воду Как бы показать Что природа вторична Что первична его воли И Моисей как ее исполнитель Моисей, как велел ему Господь Взял посох, лежавший перед лицом Господа А посох, обратите внимание Вот еще там были посохи Которые расцвели Да, то есть это не просто Палка, на которую опирается Пожилой человек при ходьбе Потому что равновесие Он еще не сохранит А это символ власти И власти в том числе Моисея от имени Господа Моисей и Аарон собрали народ у скалы И Моисей сказал Слушайте, бунтовщики Неужели мы должны Добавить для вас воду Из этой скалы Моисей дважды ударил Своим посохом по скале Из скалы потекла вода Так много, что хватило И все общения и скоту Но вот это состоялось Все хорошо Хэппи-энд Абсолютно нет Господь сказал Моисей и Аарон За то, что вы не поверили мне И не явили святость Мою пред сынами Израилевыми Вам не дано будет Привезти этот народ Страну, которую я им отдаю Слушайте, как это Он сказал им Сделайте так Они сделали И Господь их за это наказывает Мне кажется, здесь Одна очень маленькая Но важная деталь Смотрите, Моисей говорит Слушайте, бунтовщики Неужели мы должны Добыть для вас воду Из этой скалы То есть Ну, заткнитесь вы уже Ну, сколько можно От нас чего-то требовать Что, вот из скалы Мы вам воду добудем Где мы ее возьмем Что, слова Моисея Это слова, скорее, отчаяния Он не говорит Господь даст вам воду Он не говорит Получите то, чего просите То есть Вот это раздражение Моисея Оно, кажется, уже Начало перекидываться И на повеление Господне Да, то есть Что мы вам можем сделать Уже нет никаких сил Возможности вас терпеть Он делает Причем дважды Почему дважды Возможно Как бы Хочет показать Один раз стукнул Видите, ничего не происходит А второй раз Только он стукнул Сразу полилось То есть Обычно это и трактуется Именно так Что это некоторый момент Неверия и раздражения Да, что Моисей Единственный раз Во всей своей истории Не исполнил Волю Господа Просто так Хотя он ее исполнил Да Но Вот Из какой-то такой Поиски А да пропадя Ну все пропано Вообще Что я могу сделать Опа Оказалось Все могу Вот ровно за это Причем Моисей И Арон Который с ним был Арон в данном случае Не просто как спутник Но как соучастник всего этого Наказаны Точно так же Как те Кто не поверил В рассказ о хорошей стране Они не войдут в эту страну И это конечно Очень печально А с другой стороны Но мы в жизни Обычно так Это с нами и бывает То есть Мы Куда-то идем Сами Куда-то ведем Наших близких Иногда Ну те У кого хватает На это Скажем так Масштабы Ведут свой народ Все человечество Некоторые ведут Да И очень часто Мы не доходим До Вот Того результата Циолковский Не дожил До полета Гагарина Но именно он Впервые Скажем так Вслух Заговорил О необходимости И возможности Полета в космос Строители соборов Веками Таскали Известь Камни Рыли фундамент Возводили стены И только Десятое поколение Видело собор Уже стоящим На своем месте Да Но Вот это свойство Человеческого Опыта Если мы делаем Что-то очень масштабное Мы чаще всего Не видим результатов Но Мы знаем Что они будут Рано или поздно Этот источник Это вода Меревы Мерева Ну слово Которое В общем-то Означает Спор Там сына Израилева Обвинили Господа Он явил им Свою святость Интересно Что никакого Наказания Да То есть Обычно Наказан народ Причем Наказан довольно Жестоко А здесь Наказан Моисей Поэтому народ Остается таким Каким он был Из Кадаша Моисей отправил послов Передать царю Идом Они уже Собственно Вот Идут по территориям Прилежащим К Ханаану В частности Идом Так говорит Твой брат Израиль Родственный народ Ты знаешь Какие тяготы Выпали на нашу долю Предки наши Пришли в Египет И мы долгое время Жили в Египте Египтяне угнетали нас Как и отцов наших Когда мы воззвали Господа Он услышал нас И послал ангела Который вывел нас Из Египта Сейчас мы в селении Кадешу границ твоих владений Разреши нам Пройти по твоей земле Мы не пойдем Через посевы И виноградники Не станем пить воду Из колодцев Мы двинемся По царской дороге И не свернем Ни вправо Ни влево Пока не минуем Твои владения Ну то есть Дай нам право прохода Мы ничего не тронем Идомитяне ответили Вы не пройдете По нашей земле Попробуйте Мы выйдем вам На встречу С мечами в руках А сына Израилев Сказали Мы пойдем по дороге Если мы будем Пить вашу воду Или поить ее наш скот Мы вам заплатим Нам ничего не нужно Только пройти мимо Ну понятно Идомитяне побаиваются Впустишь А потом уже не выгонишь А израильтяне говорят Нет мы с вами Близкие Идом Это ведь Идомитяне Это потомки Исава Брата Иакова От которого весь Израильский народ Происходит Но те ответили Вы не пройдете По нашей земле И собрав Большое и сильное войско Они вышли на встречу Сынам Израилевым Так идомитяне Не пропустили Сынов Израилевых Через свои владения Сыны Израилев Пошли в другую сторону Интересно Что здесь они не воюют То есть Израильтяне Вот в этот момент Перехода Иногда Вступают в бой Иногда нет Видимо в зависимости От каких-то Сложных обстоятельств Вот с адамитянами Со своими братьями Они воевать не хотят Но они им это запомнят Покинув Кадеш Община сынов Израилев Пришла к горе Ор Там у горы Ор Близ границы и дома Господь сказал Моисею и Рону Арон должен отойти К предкам своим Вы ослушались меня У источника Мерева За это Арон не войдет В страну Которую я отдаю Сынам Израилевым Приведи Арона И сына Ивалиазара На гору Ор Сними с Арона И его одежды И облики в них Сына Ивалиазара Там Арон умрет Отойдет к предкам своим Ну а сын Ивалиазара Естественно Надев его одежды Символически Станет его преемником Не только символически Но и фактически Моисей сделал так Как появлял Господь На глазах у всей общины Они поднялись На гору Ор И там Моисей Снял с Ароной В одежду Облекав в них Его сына Ивалиазара И умер Арон Там на вершине горы А Моисей и Ивалиазар Спустились вниз Узнала вся община Что умер Арон И оплакивали его Все сына Израилева Тридцать дней Но путь продолжится И конечно Никто не будет рад Израильскому народу Который вооруженный И похоже Весьма агрессивный Собирается пройти По их территории Посмотрим Как будет С другими территориями Царями и народами Продолжение следует...